В день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Маликвек Александр Шунин. И к нам присоединяется режиссер Станислав Такалов. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы встречаемся, как правило, по двум поводам. Новые фильмы и Манхэттен Шортфестиваль, который традиционно каждый год осенью. И я понимаю, что в этом году, несмотря на ковидные, всевозможные ограничения, сложности, фестиваль состоится. Конечно, да. И как и в прошлом году, каким-то невероятным волей судьбы. Да, я вообще поразительно. И ровно в месяц, когда что-то можно было делать, он произошел с ограничениями, только ползала можно было. Так и в этом году мы надеемся, что, так как аппарат Сейма не может за один день взять и все поменять, хотя бы несколько дней ему нужно, а Манхэттен Шорт уже 1, 2 и 3 числа, что мы успеем провести фестиваль и посмотреть. Не наруши традицию, как говорится. Каждый год балансировал на грани. Можно нельзя, успеем, не успеем. Сейчас такая жизнь у нас. Поэтому ничего не поделаешь, надо приспосабливаться. Мне кажется, что в этом году мне, по моему мнению, вы как понимаете, 9-й год проходит Манхэттен Шорт в Латвии, и я смотрел 9 программ, и еще смотрел 2 до этого, когда не занимался этим. Понятно, как, знаете, занятие с влюбленностью. Первый год, когда первый раз что-то делаешь, теряешь девственность, в общем, и ты, конечно, запоминаешь это очень. И потом у тебя в течение лет появляются любимчики, любимая комедия, самый фильм, который больше всего тебя взволновал. Продолжая вот эту тему, голова уже не болит с течением лет? Нет, нет, голова не болит, но, конечно, чувства притупляются. И поэтому мне было очень приятно в этом году посмотреть программу, потому что она меня каким-то образом задела, задела по классическим причинам, потому что 10 фильмов в программе, и когда идет стык, например, очень хорошей комедии и очень хорошей драмы, то у тебя происходит полет между тем, где ты смеешься и платишь, в течение 20 минут. И у тебя, ну, амплитуда эмоций начинает ходить большой волной такой. И мне кажется, в этом и есть смысл идти на программу короткометражных фильмов, то, что ты просто очень быстро размениваешь эмоции и с таким полным спектром переживаний выходишь с нее. Как всегда, ведь программа, она составляется именно так, чтобы не было, ну, похожих картин, чтобы они все были немножко разные. Да, и мне кажется, в этом плюс огромный, что это программа, это не то, что мы бьем в одну сторону, да, ну, как бы складываем все в один ящик, и какие-то однородные фильмы собираем. Наоборот, собираются со всего мира разные фильмы, да. Ну, то есть мой фаворит, я сразу скажу, потому что все равно кино, которое я выбираю, никогда не выигрывает. За все 9 лет ни разу я не смог проголосовать за фильмы, он потом выиграл. Ирландский фильм, знаете, у ирландцев есть специфическое такое чувство юмора, и у них есть такие странные фильмы, и вот в этой стилистике сделана комедия, мне кажется, очень смешно, где никто ни разу не смеется, все очень серьезные, но зрителю очень смешно. А как называется он? Тафф. Крутой на русском, не крутой, ну, такой... Ну, в принципе, плотный, но крутой, да. Да-да-да-да-да-да. Вот. Но он не выиграет все равно, поэтому, смотрите, если придете, смотрите, осторожно за нее голосовать, потому что у меня стопроцентная результативность. Не портите Стасу статистику. Да. А больше будет ли там анимация, например? Есть анимация, да, из Канады, такая очень специфическая, может оказаться на... Ну, как в примитивизме и наивности снята, да, но все равно на эмоции вызывает очень странное ощущение. У нас есть событие, которое вот вчера определилось, что один из режиссеров фильмов, итальянского фильма, который берет тематику сразу после Второй мировой войны в Италии, ну, то есть война в мире еще идет, в Италии уже началась революция, и рассматривает ситуацию, как они пытались найти баланс внутри страны. Здесь такой грустный. Он приедет в субботу. Он сейчас находился в Эстонии, так сложилось. Вот у нас один раз латвийский фильм, когда Юст вперед, да, попал Паша Гуменникова, и тогда у нас тоже был режиссер, прямо участник фильма, а теперь вот итальянский режиссер приедет к нам, тоже будет участвовать. В субботу, это на показе в Splendid Palace 2 октября в 6, он тоже будет присутствовать, скажет пару слов, потом с ним можно будет поговорить, что приходите. Из нашего региона в этом году не попали картины? Не попали, да, но вы можете себе представить, из, там, ну, 900 чем-то, ну, по 1000 заявок присылаются, не присылают фильмы практически просто так, ну, то есть фильмы, которые еще ничего не заняли, и это фильмы, которые уже где-то были отмечены на каких-то международных фестивалях, и потому что вся программа «Десятка Манхэттен» попадает в возможность быть выбранным в номинацию на Оскар, да, то есть в прошлом году из 10 фильмов 2 попали, были номинированы на Оскар. Подарок из Палестины, фильм «Те, кто смотрел», и «Израильский фильм», который, я не помню, как называется, который снят одним кадром был, тоже такой в традициях европейского кино, вот они оба были номинированы на Оскар, и поэтому есть, ну, система вот попадания в этой номинации на Оскар, и чаще всего это победа на фестивале, даже на Каннском фестивале, чтобы иметь возможность быть номинированным, тебе нужно выиграть Каннский фестиваль короткометражный, и это очень тяжело, потому что это всегда лотерея, да, кто будет жюри, как они выберут, а в Манхэттене все 10 финалистов попадают в возможность, и, конечно, люди, которые, фильмы, которые стремятся быть номинированными, рассматривают этот фестиваль как возможную платформу для того, чтобы попасть в эту номинацию. Но всегда еще очень приятно, что здесь вот из этой десятки выбирают сами зрители, победители. Конечно, в этом и смысл фестиваля, и в прошлом году даже в контексте ковида, ну, хоть были огромные ограничения по всему миру, все равно в районе 70 тысяч человек по миру посмотрели фильм. Обычно это цифра 100 и больше. И вот в этом году, надеемся, что вернется обратно, и вот 100 тысяч человек выбирают фильм. Три года назад 35 голосов разделило первое и второе место. То есть из 100 тысяч голосов и первое и второе место разделило 35. Это к разговору, то, что ваш голос не имеет никакого значения. Он имеет, поэтому, ну, как бы каждый заполняет анкету, потом все эти анкеты со всего мира приходят. И действительно, до последней страны, по-моему, Белоруссия осталась, которую подсчитывали. А в Белоруссии закрывали эти показы, там все было сложно, и подсчитывали эти голоса, и 35 голосов определило первое и второе место. Хочется продолжить эту тему. А как считают голоса в Белоруссии? Мы много читали на новостных кварталах. Да, но будем надеяться, что это больше относится к политической арене, что на фестивале это останется. Ну, и, то есть, мне кажется, это совсем другое. Для меня Manhattan Short — это не только как кинофестиваль, фестиваль кино, это как экспириенс, это опыт такой, да ты приходишь в расслабленной атмосфере, кинособытия, я бы по-русски вот так, наверное, литературно перевел. И просто проводишь время вместе с кино, с разными фильмами, выбираешь, приходишь с партнером своим, отмечаешь разные фильмы, в итоге ссоришься из-за различия ваших мнений, да? Ну, это классическая история, мне кажется. Мне кажется, еще есть один очень важный момент, то, что, как правило, вот когда мы приходим в кино, мы уже посмотрели 10 трейлеров, видели какие-то фильмы, нам пересказали содержание, мы прочитали статьи критиков, и такое ощущение, что ты уже кино посмотрел, то есть вот ты смотришь уже, как будто бы его по второму разу, или уже со сложившимся мнением, вот сейчас я увижу это, увижу это. Или с ожиданием еще тоже. Да, и какое-то есть ожидание. А здесь такое открытое восприятие. То есть вот ты приходишь, ты даже не знаешь, что тебя сейчас ждет, что будет в следующем, это будет смешно, страшно, это будет, ну то есть вот в этом, наверное, есть еще. Это классно, Олег, спасибо вам большое, я это запомню, потому что действительно так и есть. У меня просто никогда такого не было, потому что я же смотрю программу до, и я смотрю без субтитров, у меня есть такой мазохистический способ, потому что, ну, субтитров еще нет, их надо сделать, и я смотрю и пытаюсь там, например, фильм из Афганистана, понять, что они говорят друг другу, как бы, ну, по-французски я не говорю, на любом языке, и зачастую появляется тот смысл, который вообще в принципе не был, думал, он был в жизни. Именно так, то есть я смотрю, и потом, когда уже происходит фестиваль, я смотрю фильм с субтитров, и думаю, ничего себе, был такой случай, «Нафтоклуб» был первый фильм, который, где они очень много разговаривали, который в итоге выиграл, выиграл Оскар за лучший короткоментаражный фильм, два года, или три назад он был, и они там очень много говорили, фильм о том, где ребята-юноши находят осла, который перевозил нелегальные вещества, белый порошок, и из этого белого порошка в итоге делают линии себе для футбольного поля, да, ну, к разочарованию людей, которые это вошли. То есть вспоминается старая песня, про «Я маленькая лошадка», но стою очень много денег. Да, вот, и когда ты смотришь, ничего не понимаешь, тебе кажется, какая бредятина, это как-то все медленно, и все, а там очень классный юмор в тексте, текстовый юмор, и когда ты смотришь с текстом, вообще по-другому он начинает играть, вот. А весь показ, сколько он длится? 2.20, то есть это 10 фильмов, весь фильм смотрит, ой, весь мир смотрит эти 10 фильмов, эта программа, она идет 2.20, то есть, соответственно, как в Риге, так и в любом другом городе и Латвии, и мира, все смотрят одни и те же 10 фильмов. Такая маркетинговая замануха по одной цене, за то и то же время вы получаете не один фильм, а 10! Ну, да, так и есть. Так и есть. И, ну, в этом есть плюс, потому что, когда вы смотрите один фильм, вам он может понравиться или нет, и вы-то уже билет купили, обидно будет уходить, будете сидеть в фильм, который вам не нравится, потом, а здесь в любом случае вам что-то не понравится, но в любом случае вам что-то понравится, не может быть так, что из 10 фильмов вы не найдете свой фильм. ты просто физически не успеешь, уже что-то новое началось. Ну, конечно. Да. Любопытно, а может это зацепит. Каждый фильм представляет режиссер, очень смешно посмотреть, соединить человека с фильмом. Потому что часто бывает, кто-то очень серьезно это делает, кто-то с юмором, наоборот, с самыми романией, то есть, какие-то... В этом году попал 16-летний американец, житель Нью-Йорка, такой в стилистике Вуди Алина он существует, да, ну, когда он разговаривает, ну, они все, мне кажется, в Нью-Йорке жители, они похожи на Вуди Алина, или Вуди Алин похож на них, скорее. Много разговаривают, много шутят, и вот он делает свое представление к начале, и потом начинается фильм, и как будто это одна часть, то есть, нет этого разделения, потому что он там тоже много разговаривает, перетекает из его представления, все. Это первый раз, когда, ну, такой молодой, в первый раз снявший фильм парень, попадает на Манхэттен Шорт, он, конечно, очень рад, потому что в Америке, в каждом штате, там, во многих количествах местах, то есть, это очень известное событие, которое происходит. И как это перекликается, только что вот на Балтийской жемчужине был фильм как раз Вуди Алина, который считается, что последним, он ему закрывает, как бы, свое творчество, а тут появляется 16-летний парень, который продолжает, выпавшая из ослабевших рук Вуди Алина за нами, поднимает на новую высоту и тащит опять вперед вот эту бесконечную... Ну, потому что мы, как мы ждем, фильмы из Франции, определенной структуры с их восприятием жизни, также мы ждем фильмы из Нью-Йорка, где признаются в любви Нью-Йорку, и ты видишь эту стилистику, как они взаимодействуют, и все, нам тоже этого не хватает, мы привыкли к этому, что кто-то должен это делать. Звезды, если, ну, часто известные очень актеры снимаются в короткометражных фильмах. Нет. Я, знаете, у меня проблема с этими звездами, потому что я никого не знаю, если нет Моники Белучи в фильме Винсента Касселя, то я вряд ли угадаю, что... Поэтому не могу вам сказать, мне кажется, что в этом году нет, в этом году Старый Свет отобрал возможность, ну, кроме фильма из Афганистана, мне кажется, что больше фильмов из Франции, Великобритании, Канады, из таких, из богатых стран. Да, ну, тогда нам, наверное, нужно еще раз напомнить, где можно посмотреть. То есть, 2 октября в 6 часов в Splendid PLS. И в воскресенье мы сделали специальный сеанс для тех, кто не прививался, где можно прийти с тестом. Насколько я знаю, сегодня буду заниматься этим вопросом. Тест не обязательно делать, самый дорогой. Главное, чтобы у вас просто был QR-код и специальные тесты, как бы, называют, чтобы пойти на концерт, который стоит меньше 10 евро, ну, если заняться этим вопросом. И он позволяет вам получить этот QR-код и пойти в воскресенье в Косунце, в 4.30. Специально для людей, которые не сделали прививку, можно прийти с тестом таким, что мне кажется приятно. Потому что спрашивали люди у нас, ну, в обществе половина только людей сделала, и мы вот специально, чтобы их не обделять, сделали для них такой сеанс. Будем тоже очень ждать. Первого, второго и третьего. Спасибо отдельное. Да, в общем-то, подвели итоги, в смысле, подвели итоги. Рассказали, что, где, когда, примерно, почем, протесты, все. Дело за малым, осталось, фестиваль только сам провести. Дело за малым, на эти 2 часа 20 минут, чтобы насладиться 10 вот этими коронавирусами. Очень вас ждем в эти непростые времена, нас поддержать. Я буду сам на всех показах, с каждым поговорю, поспорю или порадую, в зависимости от вашего настроения после просмотра. Приходите, вместе проведем время. Обещаю, что будет весело. Станислав Токалов, с Manhattan Short. Мы знаем, вы слушаете.